С 1 сентября в силу вступают новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Однако уже сегодня все этапы регламента прошли 20 сотрудников ГИБДД. Это те, кто обычно непосредственно проверяет знание правил у начинающих водителей. Как выяснилось, экзаменаторы и сами не всегда все знают. С места событий Антон Булаев. Публичные экзамены проходили на городском автодроме. Общественников и журналистов на них пригласили не случайно. По мнению сотрудников ГИБДД, привлечение третьей независимой стороны поможет исключить мнение о предвзятости работников госавтоинспекции к своим коллегам. Сегодня приглашены представители СМИ и также представители общественного совета и контрольно-профилактические отделения для того, чтобы проверить готовность и также быть независимым, показать, насколько сотрудники готовы к тому, чтобы принимать экзамен у кандидатов-водителя. Сначала люди в погонах прошли теоретический экзамен. К слову, именно здесь законодатели внесли больше всего изменений. Если сейчас можно допустить две ошибки, то по новым правилам каждый промах стоит очень дорого. Проводим теоретическую часть экзамена. То есть это правила дорожного движения, они отвечают на 20 вопросов в соответствии с новой методикой. Если допускают ошибки, значит выходят новые блоки по 5 вопросов, на которые нужно ответить. Если сотрудник не сдаст, значит ему будет, скорее всего, предоставлен еще один шанс для того, чтобы до сентября месяца у нас все сотрудники, которые занимаются этой деятельностью, они, скажем так, были подготовлены профессионально. К счастью, таких не оказалось. За отведенные 20 минут абсолютно все сотрудники справились с теоретической частью. Еще одно нововведение. На автодроме больше не нужно укладываться в жесткие временные рамки. Однако и упражнений на закрытой площадке стало больше. Вместо обязательных трех элементов теперь пять. Первым полосу препятствий прошел Михаил Колесников. На каждое упражнение дается время определенное. Шесть упражнений, да, получается. Девять минут на общие дается. А так на каждое упражнение дается время. Ну, при хорошем раскладе, вот как вот я сейчас выполнил, три минуты уложился. Все сотрудники успешно сдали экзамен. С такими результатами приглашенные общественники и журналисты полностью согласились. Сами работники госавтоинспекции отметили, предстоящие изменения позволят тщательно проверять кандидатов в водители. А главное, помогут самим учащимся выявить свои слабые места и учитывать их при управлении автомобилем.